Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1361. Разбор выступлений Архимандрита Амвросия Юрасова, книга 2, вопрос 173. Сын собирается жениться. Мы с мужем говорим, что им надо повенчаться, чтобы Господь благословил брак. Они не против, но боятся ответственности. Отвечает Амвросий Юрасов. Дети в угоду родителям венчаются, но не живут в Боге. Поживут несколько месяцев, увлечение пройдет, плотская любовь приедается, начнутся скандалы и разбегаются дети в разные стороны. Разводятся. Потом сходятся с другими мужчинами и женщинами, начинают творить прелюбодеяние. Комментирует Игнатий Тихонович Ларкин. Сами вопросы, какие вам задают люди, показывают, что они, эти совопросники, побывали на ваших мусорных ящиках, которые вы устроили, не давая людям Евангелие. Незнакомый с советским православием человек не задаст такой вопрос. Принимая учеников себе на обучение музыке, учитель спрашивал, умеет ли ученик играть. С ничего не знающего он брал плату 50 левов, а с умеющего 100. И на их удивление отвечал, что с ними трудиться нужно в два раза дольше, ибо половину времени он должен потратить, чтобы отучить от неправильной игры, а потом только начать учить. Там, где рухнул дом, намного труднее строить новый дом, чем на новом месте. Это все отношу к вашим совопросникам и прихожанам. Чистая пища им не свойственна. Они привыкли к амвросиевскому меню с червыми грибами своих выдумок. 1 Петра 2.2 Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. 27 сентября 2002 года исполняется ровно 40 лет, как Господь нашел меня и открылся через слово свое. И это слово в этой жизненной пустыне позволил бескомпромисс нанести и православным, и католикам, сектантам, и коммунистам. И там, где прошлись Юрасовы, Вальтовичи, 50 лет, как после лесного пожара, чистое словесное молоко, эти люди не могут принимать. У них непроходимость желудка. Вы, как Никодим, совершенно не знаете, что такое родиться свыше. А это основа основ. Вы пытаетесь ремонтировать души людей, делать какие-то припарки и примочки своими исповедями. И видно по вопросам ваших людей, что они плотские и мертвые. Евангелие от Матфея 10.24 Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Матфея 10.25 Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулов, не тем ли более домашних его? Попытайтесь найти проповеди о рождении свыше у кого бы то ни было из сегодняшних православных. У Кураева, Митрополита Кирилла, Ювеналия, Петерима, Алексия. Вы не найдете. От мертвого не рождаются мертвые. Почему вы так воюете против Евангелия Христа, написанного Духом Святым? Исайя 63.10 Но они возмутились и огорчили Святого Духа его. Поэтому он обратился в неприятеля их. Сам воевал против них. Деяние 7.51 Жестаковые люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Слово Божие учит однозначно, что люди, согрешив, умерли все до единого. А вы обольщаете людей, что душа по природе христианка. По какой природе? По природе сотворения. А ныне она по своей природе заражена грехом. Вы исполняете роль кладбищенского сторожа. Вы получили власть работать в морге, трудиться с мертвыми, чтобы они воскресли. Какие средства вы имеете для этого? Вы пытаетесь исповедовать мертвецов, мочите этим мертвецам лбы, венчаете мертвецов, погребаете, отпеваете мертвецов. Бытие 2.17 От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Лука 15.24 И этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Ефесянам 2.5.6 И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Священники узурпировали благодать освящающую и пытаются ею пользоваться не по назначению, ублажая мертвецов. А порядок, установленный Богом, таков, что вначале к мертвецам звучит слово. Ефесянам 5.14 Посему сказано Стань спящей и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. И только когда поработает над мертвыми благодать призывающая, над всеми без исключения, и кто на нее откликнется, с ними работает благодать обращающая ко Христу. И только после этого их нужно ввести в церковь к благодати освящающей. Неужели вам это не преподавали ни в семинарии, ни в академии? Неужели нет ни одного человека в этих заведениях, который научил бы вас, чтобы вы столь ясных изречений Христа не извращали? Что получается на практике? На необращенных людей, не примирившихся со Христом, не рожденных свыше, не находящихся под водительством Духа Святого, На невоскресших из мертвых вы навешиваете оружие воинствования, их мертвой рукой подписываете договор, повенчались и снова их выбрасываете на свалку. Вы провозглашаете, что всякое сожительство мужчины и женщины без церковного венчания есть блуд. За блуд одна эпитемья, семь лет отлучения. Теперь вы их венчаете, узакониваете, и они вскоре разводятся. Это в подавляющем большинстве 86% разводов. И, конечно же, отныне они проходят по иному статусу. «Прелюбодеи, двенадцать лет отлучения. Ваш собор, да и другие, является фабрикой по превращению блудников в прелюбодеев, и вы это сами пишете». Лука 19, 22 И вы на полном серьезе думаете, ибо так научены и так понимают все ваши товарищи и соратники, что вы делаете благое дело. Апостол Павел учит совершенно по-другому. 1 Коринфянам 7, 12-13 «Прочем же, я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа верующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его». Это означает следующее. «Двое неверующих, бывшие язычники или комсомольцы живут вместе, любят друг друга, но вот одна половина встречает Христа, примиряется с Богом Отцом через Голговскую жертву. Христос усыновляет такого человека. И на пути им попадается не Архимандрит, а апостол Павел, который спрашивает. А неуверовавшая половина согласна с тобой в твоем новом статусе жить, ни о каком венчании, ни о каком блуде речи нет. Они называются мужем и женой без кавычек. «Сегодняшнее решение ипархиальных управлений – это далеко не закон Божий, когда к Иоанну Златоусту приходили прихожане таких амвросиев «бессмертных», ибо они дожили до наших дней, и говорили, что «ты говоришь, этого делать нельзя, клясться, а вот такой-то благочестиво живущий кроткий священник постоянно клянется». Свидетель отвечал «Я вам привожу владычный закон, а вы мне чужие грехи». Это не одно и то же. Когда приходится благовествовать о Христе там, где нет церкви, нет амвросиев, очень многие с желанием слушают евангельскую проповедь, совершают крестное знамение, потом приходят в храм, делаются истинными священниками. Практически все они сейчас трудятся в московской патриархии. Но если есть вблизи храм, то люди практически все отравлены, им ничего не надо, они как опущенные в кипяток. На каждое евангельское слово они отвечают как один, ибо их Войтовичи и Юрасовы очень хорошо учат. «У нас есть свой батюшка. Мы ходим на исповедь, бываем на литургии. Идите отсюда со своей Библией, вы сектанты. Православные никогда ничего не говорят. Они кроткие и смиренные». «Мы даем им материал о крещении с речью патриарха Алексия II, уже взяв материал в руки, смотря на восьмиконечный крест на первой странице, лезут в карман за деньгами. Сколько стоит?» Распространитель. Православная старушка Анна Кузьминишна Ельникова кротко отвечает. «Ничего не надо. Во славу Божию все это даем». Люди испуганно вскидывают на нее глаза в электричке и возвращают уже взятое назад. Возьмите это и не ходите, не обманывайте людей, что вы православные. Православные никогда ничего даром не дают. Этим занимаются только сектанты. Наш батюшка сказал не реагировать, не разговаривать с сектантами, а гнать их в шею. Только в городе Барнауле мы раздали бесплатно около 60 тысяч экземпляров этого материала. Я вам свидетельствую, 40-летним служением православного проповедника, что нет на земле никого опаснее вас, служителей Московской Патриархии. Вы обольщаете людей благодатью освящающей и применяете ее к мертвецам. И в этом ваше преступление. Не хочу я, мой друг, чтоб судьба нам с тобой все дарила улыбки до розы, Чтобы нас обходили всегда стороной роковые житейские грозы, Чтоб ни разу не сжалась тревогой грудь, И за мир бы не стало обидно, Чем такую бесцветную жизнь помянуть, Да и жизнью назвать ее стыдно. Национ, 14 декабря 1862, 19 января 1887.